ПЛОД ПРАВЕДНОСТИ ПЛОД ПРАВЕДНОСТИ ПЛОД ПРАВЕДНОСТИ ПЛОД ПРАВЕДНОСТИ ПЛОД ПРАВЕДНОСТИ 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 ПЛОД ПРАВЕДНОСТИ 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 на три категории, или три разных типа или вида. Номер один – это праведность по закону. На основании закона или исполнения закона люди стараются достигнуть праведности. Например, евреи в Старом Завете, Библия пишет, строго держались за праведность по закону, старались исполнять закон, в результате чего они не покорились праведности Божьей. И об этом в Библии написано, Римлянам, 10 глава с 3 стиха. Не понимая праведности, что дает Бог, и пытаясь установить свою собственную праведность, они не приняли праведности Божьей. Христос – конец закона, и отныне каждый верующий получает праведность. Иисус Христос, когда Он пришел на землю и своей искупительной жертвой за грехи человека, Он положил конец закона. И этим самым все люди, уверовавшие в Иисуса Христа, которые верою приняли, написано в Писании, они получили праведность. Еще одно местописание, подтверждающее эту мысль, Римлянам, 9 глава, 31 стиха, написано, «Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности, причина, потому что они искали праведность не в вере, а в делах закона». Они искали приобрести или стать праведными на основании своих дел, желали заработать, достигнуть, делами доказать, исполняя все в законе Божьем, таким образом достигая праведности. И здесь Библия нам пишет, мы два прочитали местописания, где говорится о том, что у них не получилось. Не получилось. И сегодня у людей, которые живут в наше время, сегодня тоже на основании только наших дел мы не сможем достигнуть полноты или праведности. Это не значит, что не нужно стараться. Это не значит, что от нас ничего не зависит. Но здесь показано очень ярко то, что только наши усилия и только наши дела не помогут нам обрести праведность, потому что здесь недостает ключевой вещи, которая называется вера. Вера в Бога. Вера. Написано, без этой веры угодить Богу невозможно. Как бы человек ни старался исполнять все правила, порядки, праздники, законы, без веры, живой личной веры, он не сможет достигнуть праведности. Зачем же тогда был дан закон? Закон Божий, он служит для того, чтобы выявить проблему. Часто выявляет проблему греха или болезнь. Закон, он подобен медицинскому аппарату, который дает диагноз болезни. Но при этом закон не дает лекарства для исцеления от болезни. Выход один. Он есть только во Христе Иисусе. Верою в Христа Иисуса. Закон, он показывает, как должно или как надо правильно жить, но не наделяет человека силой жить таким образом. Вот это важная мысль. Человек может знать, может понимать, но сам самостоятельно не имеет силы жить праведной жизнью. Итак, первый вид или тип праведности – это праведность по закону. Переходим с вами ко второму виду или грани праведности. Она называется вмененная праведность или же засчитанная праведность. Это праведность, которая незаслуженно присваивается или вменяется человеку. Ее у самого человека нет, но ему дает эту праведность Бог как дар по милости и благодати. И об этом написано Римлянам 4 глава, с 3 по 5 стих. Можете следить на экране. Что говорит Писание? Авраам поверил Богу, и это было вменено ему в праведность. Это вменилось ему в праведность. Дальше читаю с нового перевода. Плата работнику – это не дар, а это положенное, заработанное вознаграждение. Тому же, кто не полагается на дела, но верит Богу, оправдывающему нечестивого, в праведность вменяется сама его вера. Вот здесь мы уже с вами говорим о другой грани, о другом типе виде праведности, который основан на вере. Это праведность, которая называется вмененная. Авраам поверил Богу, и это вменилось или засчиталось ему в праведность. И если мы говорим о таких людях, как, например, Авраам или Давид, которыми мы все считаем, мы их считаем героями Библии, считаем героями веры, героями, называем их более-менее, относим к людям праведным. Но если мы внимательно изучим их историю жизни на земле, то кажется, они не всегда или недалеко не были праведными. Например, Авраам, когда угрожала ему жизнь, написано в Библии, что он обманул. Давид, например, он согрешил грехом блуда. И смотря на этих мужей, кажется, они были далеко не праведные. А почему же Бог их посчитал праведными? Например, Давиду пророк Нафан сказал, Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. И это было не потому, что он заслужил. Праведность Божья вменяется человеку только через веру или по вере. Эта праведность вменяется или засчитывается благодаря Иисусу Христу. И нас всех сегодня Бог спасает и принимает не потому, что мы были или стали праведными, а в соответствии с тем, что он вменяет нам праведность Иисуса Христа. И здесь я думаю, что это немножко сложно понять. Вот здесь и появляется вот этот немножко конфьюзерный баланс. Так, подожди, так я праведный человек или нет? Как я могу стать праведным? Если мои усилия или работа делами, я не заслужу, не заработаю праведность. И здесь говорится праведность в вере. По вере во Христа Иисуса я стою праведным. А как это на практике работает? Как это вообще, но теология, теория, это одно, а вот как его понять на простом языке? Вот это то, что мы попробуем с вами разобраться. Нас Бог спасает всех, как я сказал, через Христа Иисуса. Я прочитаю местописание Титул 3 глава 5 стиха написано «Он спас нас не по делам праведности». Еще одно ясное утверждение. Бог спас нас, нас всех, кто приняли Христа, покаявшись, уже спасенные, написано «не по делам». Мы не заработали, не отработали. Не в том смысле, что мы деньги заплатили, поклоны отбили, там посты, и так далее. Но дальше написано «Которые мы сотворили, а по своей милости». Еще один перевод. Он спас нас не за наши праведные дела, которыми мы совершили, а по своей милости. По милости, по благодати и милости мы обретаем спасение и праведность. И дальше написано в этом стихе через возрождение, обновление Святым Духом. И здесь вступает невидимый, непонятный, нелогичный, уже божественный процесс, как человек стает праведным. Здесь, вы видите, написано «по возрождению, обновлению Святым Духом». Это уже процесс, который не в силе человека. И есть человеческая часть, когда человек принимает, когда человек выбирает Спасителя, Христа, верит в то, что он грешный и он нуждается в Спасителе. И дальше начинается вот этот процесс возрождения, внутреннего, обновления в Духе внутри. Природа человека меняется. И это нас подводит к третьей грани или типу праведности, которая называется праведность рожденного свыше человека. Мы в нашей церкви проходили эту тему пять частей. Помните, что значит или тайна рожденного свыше человека. Поэтому я не буду сейчас идти в детали, но третий тип или грань праведности рожденного свыше это праведность, которая следует после того, когда человек принимает или он обращен к Богу. И именно это результат нашего правильного пребывания во Христе. И вот что поэтому пишет Писание 1 Петра 2 глава 24 стих написано Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы избавившись от грехов жили для правды. В новом переводе написано мы умерли для греха и жили для праведности. Видите, здесь уже идет речь о каком-то процессе, где уже присутствует наша ответственность, когда мы получили прощение и мы начинаем праведно жить, дабы мы жили праведной жизнью. Еще одно дополнение этой мысли это то, что Христос не только вменяет нам праведность, но Он и избавляет нас от грехов. И именно только в нем и есть единственный выход и единственный вариант, чтобы жить праведной жизнью и избавиться от греха, чтобы перестать пребывать или постоянно жить в грехе. Только возрожденный свыше человек он может жить и не грешить. других вариантов нет. Как бы человек ни хотел, ни обещал, он не может не грешить. Сам по себе он не может, ему нужна другая природа, что-то внутри должно поменяться или произойти. А именно рожденный не может больше находиться в грехе, он вступает в непримиримую и постоянную борьбу с ним. Апостол Павел, утверждая верующих в том, что они спасены по благодати, он их увещевает в следующем. Ефесянам 4 глава с 21 стиха написано «Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истинно в Иисусе отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости и истине». Новый перевод возможно будет легче чуть понимать. Без сомнения вы слышали о нем и в нем были научены истине, поскольку истина заключена в Иисусе. Вас учили тому, чтобы вы оставили прежний образ жизни. Значит, уже здесь видите опять наша роль на земле. Мы должны что-то оставить. Греховный прежний образ жизни, свойственный вашей старой природе. Здесь снова та же мысль. Греховная природа, которая не может не грешить, разлагающаяся из-за своих обманчивых неизменных желаний. И дальше обновите образ мыслей, обновиться духом ума вашего. Это то, к чему призван каждый верующий христианин. Обновить мышление. И дальше оденьтесь в новую природу, которую мы получили, как я уже сказал, сверхъестественным процессом благодаря рождению свыше, созданную по образу Бога в истинную праведность и святость. И здесь мы с вами рассматриваем третий вид праведности, который мы приобретаем после рождения свыше. Бывает, что рожденный свыше человек, который принял Христа, начинающий, можно сказать, верующий, он похож на ребенка, который не может ничего самостоятельно делать, в духовном плане имеется в виду. Он только есть и пьет то, что ему предлагают родители, за ним нужен постоянно уход, забота, но рожденный, как и физически, так и духовно, может проявлять непослушание, например, он уже умеет отличать добро от зла, например, бывает ребенок способен уже держать ложку, но все равно не хочет кушать или не слушается, или пачкается. Точно так же и рожденный от Бога, верующий, начинающий, духовный младенец точно так же может жить или поступать. Но следует отметить, что рожденный, он призван не только не делать плохо, но он также призван и делать хорошо или делать добро, и ожидается нормальное развитие, созревание рожденного свыше человека в духовном плане, так же, правда, это и в физическом. И Господь, который возродил своим Словом Божьим, влиянием Слова Божьей Библии, и Духом Святым, именно этому происходит, благодаря этому рождению свыше, дает человеку силу для праведной и святой жизни. Вот это важный момент. Именно Господь, Христос, во Христе Иисусе мы только можем иметь силу, способность, чтобы жить праведной и святой жизнью. И как итог всего того, что мы сейчас с вами прочитали, 2 Коринфянам 5, 21 написано, ибо незнавшего греха, говорится о Христе, он сделал для нас жертвою, сделался за нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Снова во Христе, в нем, благодаря нашей вере, принятию Христа, в нем мы, верующие, сделались праведными. Итак, мы с вами рассмотрели три вида или типа праведности. Первый это по закону, когда люди пытаются делами добиться праведности. Второй вид это когда вменяется праведность верою в Бога. И третий вид это рождение свыше и где начинается процесс, когда мы начинаем жить праведно. Когда мы вот именно в этом варианте сегодня мы находимся, где мы можем развиваться в праведности и достигать плода праведности. Вот здесь мы с вами подходим к ключевой мысли. достигать плод праведности, который имеет свои последствия или же результаты. И именно в этом случае праведность может расти или созревать. И когда написано в Писании, что мы верою в Христа Иисуса, благодаря Его жертве, мы в Нем сделались или стали праведными, как это на практике объяснить? Как это мы стали праведными? Вот как оно работает практически. Когда человек пришел к Богу, покаялся, принял Христа Спасителем, рожден свыше, он уже встает праведным человеком, он получает статус праведника, верою. Он еще не заслужил, он ничего не сделал для этого, он только принял Христа, покаявшись верою, принял Христа. На практике это когда человек, чтобы это легче было понять, когда человек рождается в Америке, ребенок, он сразу же получает американский паспорт или получает американское гражданство. И с первого дня, с первой секунды его дыхания, так скажем, образно, он сразу стает американским гражданином. И можно поздравлять Америку, сказать, у вас появился хороший, достойный, примерный гражданин. Этот гражданин еще не умеет разговаривать. Этот гражданин еще не умеет сходить самостоятельно, но он уже гражданин Америки. И этот гражданин, за которым нужно много еще чего делать, ухаживать, он уже имеет американский паспорт. И можно сказать, он гражданин. Он получил сразу же статус, так только он родился. Он сразу получил статус, он американец. Но чтобы он стал достойным, хорошим, примерным гражданом Америки, ему нужно еще расти, учиться ходить, учиться кушать, учиться культуре, учиться самостоятельно одеваться и учиться многому-многому. И со временем он только станет, может быть, хорошим, примерным гражданином Америки с тем же паспортом. Вот точно так же, друзья, происходит в духовном мире, когда человек рождается свыше. Когда только человек принимает Христа в свое сердце, искренно, лично и обязательно верою, ни эмоциями, ни под каким-то давлением верою, он верит. Это не сказка. Христос Сын Божий, Он умер за меня. И когда происходит рождение свыше внутри человека, он духовно рождается, вот с того момента он получает паспорт. Ты христианин, ты праведный. А мы смотрим на этого христианина и думаем, хо-хо-хо, там до праведности еще как до неба. И здесь вот и получается конфьюз. Так, подожди, так я праведник или нет? Так, а где же эту, как же эту праведность иметь, развить вообще? Это от Бога зависит или от меня? Вот здесь вот мы и начинаем понимать, что есть Божья часть, а есть твоя. Если ты делаешь ударение только на свои дела, на свою, пытаясь заработать, отработать, выслужиться, то таким путем ты праведность не обретешь. Написано об этом в Библии, пытались, но они не достигли. Но это не значит, что не нужно стараться или пытаться. Есть другая часть, когда ты получил статус праведника, получил паспорт, а потом идет процесс развития, процесс жизни, процесс формирования, процесс созревания, когда мы, будучи здесь на земле, уже обретая статус праведника, достигаем праведности и достигаем плода праведности, зреем, меняемся, преображаемся в образ Христов, наш характер меняется, это начинает нравиться окружающим людям, которые нас знали раньше и видят разницу, как мы сейчас реагируем, видят разницу, как мы сейчас живем, себя ведем, и они видят, что человек, он не просто имеет название верующий, или не просто он отметился, он в церковь сходил, но его образ жизни, он стает красивым, он стает привлекательным, он добрым стает, людям хочется это иметь, этому подражать, это то, что радует Бога, когда мы имеем вот эту праведность божественную, настоящую, не просто лицемерную, не просто такую показуху, потому что Христос сказал, если ваша праведность не превзойдет праведности, помните, фарисеев, которые жили двойной жизнью, которые занимались просто показухой, которые вроде бы исполняли все законы и ритуалы, но внутри, Христос говорил, вы гробы окрашенные, внутри у вас нету жизни, нету духа, внутри у вас смерть, яд, оттуда неприятно пахнет, не хочется быть такими верующими, не хочется быть такими вот номинальными, что толку, что ты ходишь в церковь, ведь суть глубже, суть в другом, внутри, ты должен быть праведным, праведность Божья, это наша цель, не просто наша, своя, именно во Христе Иисусе мы и можем достигать этой праведности, именно в нем, через него мы можем жить по-другому, именно во Христе написано, что я все могу в укрепляющем меня Господе, вопрос, что это значит я все могу, я могу вылезть на крышу и прыгнуть, и помахать крылышками и сказать я все могу или могу выйти на парковку и найти самую тяжелую машину и поднять ее одной рукой и сказать ну во Христе я все могу, что здесь имеется ввиду, а имеется ввиду вот что, что нету на земле такого греха или привычки и зависимости, которую человек не может победить с помощью Иисуса Христа, но только условие важное только благодаря Христу Иисусу именно в нем человек может победить любую зависимость, где медицина бессильна, где лекции философии там все бессильно, где все твои обещания, которые ты давал и провалил, потому что не хватает одной важной вещи, это вера в Бога и Иисус Христос в твоей жизни. И когда человек часто борется, борется с зависимостью, я помню, как рассказывал мне один парень, как он пытался бросить курить, он просто там все, что есть, все перепробовал, наклейки, таблетки, все, и однажды он сказал, Христос, я понял, я сам не могу справиться, я прошу тебя, помоги мне. И такой молитвой молились разные люди, не у всех сработало, но тот, кто это делает искренно с верою, они получают победу. Именно во Христе Иисусе мы можем в своей жизни многое что менять и побеждать. И именно этот статус праведника мы приняли во Христе Иисусе. И пока мы здесь на земле, наша задача развивать вот эту праведность. Мы призваны, как написано, чтобы мы жили на земле праведно. И здесь вот это развитие, вот это созревание приводит нас к следующему центральному стиху нашей беседы сегодня, плод праведности. И здесь мы читаем внимательно Исаии 32 глава, 17 стих. Там написано так. И делом правды будет мир, и плодом правосудия, спокойствие и безопасность вовеки. Новый перевод плодом праведности будет мир, следствием праведности будет покой. а вот это уже интересно, знаете, в чем? Потому что это уже более так практично, это то, что нам, ну, как сказать, покой нам только снится, а хочется его в реальности иметь. Правда? А вот здесь вот как раз об этом и пишется, что плод праведности будет мир и покой. По-английски написано result effect of righteousness will be quietness and assurance. Это тишина, покой и мир. Это плод праведности. Правда? И здесь нам уже можно начинать размышлять, как его иметь. Это уже, друзья, новый уровень. Это уже другой уровень. Это уже когда человек достиг благодаря вере, благодаря своему хождению праведному пред Богом, послушанию, исполнению Его Слова, благодаря содействию Иисуса Христа в Его жизни, Он выходит на новый уровень, когда Он обретает мир и покой внутри. И вы знаете, что вот и в этом есть вот эти люди, которые имеют плод праведности, вот именно они непоколебимы, вот именно они твердые. И здесь нам нужно добавить, что когда приходит вот этот мир в духе и тишина и спокойствие, то это не значит, что вокруг все гладко и спокойно. Вокруг в жизни, на земле обстоятельства могут быть трудные, тяжелые, может быть очень больно, но тем не менее у этих людей, у них внутри мир и покой. Именно у них мир и покой, потому что это плод праведности. И здесь, друзья, можно добавить, что когда нету праведности, когда нету должной святой жизни, нету полной искренности перед Богом, или же человек, возможно, духовно слеп, он сам не видит в себе каких-то недостатков, человек уже с годами, даже тот, кто давно ходит в церковь, начинает себя считать более-менее духовным. Поверьте, друзья, это тоже может быть какой-то, вы знаете, когда загружается файл какой-то из компьютера, а потом раз он застрял, вот он так застрял, завис. Вот так вот бывает в жизни и развитии христианина. Человек вот живет, 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 он читает, молится, а потом он как-то посчитал, что он уже все достиг, он духовный. И здесь это может нам немножко помешать, вот достигать плода праведности. это не обязательно, как я сказал, отсутствие праведности, что это большой грех, тяжелый грех. Иногда это может быть такой постоянный внутренний бунт, например. Или неполное прощение, которое оно сидит там и оно вот, этот файл перестал загружаться. неполное прощение, а признание этого, это еще тяжелее. Если здесь Библия говорит о том, что это плод праведности, значит, это то, что должно вырасти. Это уже берет время, это уже требует взращивания. Есть такое слово по-английски мы должны культивироваться. Это уже процесс. Дар это то, что дается незаслуженно, то, что дается сразу, а плод нужно растить. И вот во Христе, когда мы приняли Христа после рождения свыше, во Христе мы получили дар статус праведника, паспорт. А дальше можно расти и развиваться и достигать плода праведности. А плод праведности это стиль жизни. Стиль святой христианской жизни на земле. Я бы добавил еще, это, наверное, стиль жизни вне церкви. В церкви все праведные, все святые и пушистые. И все сидят красиво. Но вот именно в понедельник, вот именно вот там, где нас никто не видит, вот там вот и достигается, развивается и созревает вот этот плод праведности. В некоторых он созревает быстрее, в некоторых медленнее, но приходит в тишина, в дух, потому что написано плод праведности что? Мир. Вот заметьте это местописание, если еще раз можно его на экран, Исайя 32,17. Всю неделю рассуждайте над этим местом Писания. Исайя 32,17. Плод праведности — мир. Плод праведности — мир. В русском синодальном написано «делом правды будет мир», а в английском тоже написано о плоде праведности. И вы знаете, что дальше написано «плодом правосудия будет спокойствие», в английском написано «тишина», то есть внутренний покой в духе, внутри. Ифисянам 5 глава, 9 стих — это уже Новый Завет, который подтверждает эту же самую мысль. Там написано так «потому что плод духа» «потому что плод духа состоит во всякой благости, праведности и истине». В новом переводе «плод духа» или «плод света» это всякая доброта, праведность и истина. Вот так наша жизнь на земле может достигнуть такого уровня, такой зрелости, что независимо что происходит вокруг, внутри, потому что мы имеем плод праведности, у нас будет полный мир и полная тишина и полный покой. И это то, что не покупается за деньги. Это то, что нельзя нигде занять и даже Амазон вам не может сделать доставку. это плод праведности. Плод духа состоит во всякой благости, праведности и истине. И когда приходит вот эта тишина, мир и покой, это как следствие, последствие плода праведности, то смотрите, какое действие этой тишины. Исаии 30 глава, 15 стих. Исаии 30, 15 написано «Так говорит Господь, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша». Здесь тоже интересно, потому что это практически нам иногда очень-очень-очень надо. Нам иногда надо вот эта крепость, сила, стойкость, твердость в разных ситуациях на земле. И здесь написано «В тишине и уповании на Бога». Вот там сокрыто вот это секрет. Вот там крепость наша. Но заметьте в тишине. Внутренней тишине. А как же эту внутреннюю тишину иметь? Как же этот покой, когда мы за ним гонимся всю жизнь за этим покоем и миром? Здесь снова это нас возвращает к тому плоду праведности. Плод праведности – мир, покой, безопасность, тишина внутри. В тишине и уповании крепость ваша. здесь это нам говорит о том, что тишина – это тоже какой-то признак. Внутренняя тишина – это признак зрелости. Люди, которые вот часто в панике их бросают то туда, то сюда. У них паника, у них громкость меняется, у них вот эмоции меняются. Это нормально и случается с любым человеком. Но вот к чему мы призваны? Зрелость, она стабильна и спокойна, вот в тишине крепость ваша. Тишина – это значит, ты не делаешь ставку на свой язык. На практике это трудно. Когда ты свой язык ставишь в сторону, не делаешь ставку, что ты языком все решишь или докажешь, или закроешь рот ему. Громкость вообще – это больше плотское проявление в любых там ситуациях. А вот тишина – это более духовное. в тишине и уповании крепость ваша. И вы знаете, что вот в нашей церкви, я думаю, вы помните несколько праведников, которые ушли в вечность, ушли к Богу. Многие из вас знают их имена. Это люди, которые действительно были праведниками. И вы знаете, что в конце их жизни одно из таких ярких качеств, которое было заметно, эти люди вообще не боялись смерти. Помните? Не боялись смерти, вели себя очень спокойно и тихо, при этом имели даже радость и имели даже силу других как-то ободрять и утешать и вдохновлять. Вот смотря на эти примеры на земле, они не просто 2000 лет назад были написаны там в деяниях апостолов, а они у нас были, мы их видели своими глазами, мы сегодня с вами можем реально сказать, что да, есть примеры и это возможно и сегодня жить такой жизнью, где у тебя внутри будет полный мир и покой, независимо от обстоятельств, даже если смерть смотрит в твои глаза. И написано в тишине и уповании крепость ваша, вот этой крепостью и силой имена не обладали. В тишине и уповании. Тишина также символизирует, когда человек говорит, я сдаюсь, я уступаю, я Бог тебе доверяю. В тишине и уповании крепость ваша. Сейчас, друзья, мы будем вместе с вами молиться. Крепость и сила в тишине и уповании. А тишина и мир это плод праведности. Редактор субтитров Корректор А.Егорова А.Кулакова Корректор А.Кулакова